Как ты, Фрэнк? Видал этого урода в американских суперзвёздах? Что? Вчера вечером. Урода, видал? Нет. То есть, да. Случайно увидел. Я не смотрю американские суперзвёзды. Не смотришь, но увидел? Понятно. Чё, слишком умный для такой передачи? Да. Для чемпионата по караоке, в котором делают звёзд и звезды. Я слишком умный. Зачем ты так? Некоторые там явно одарённые. Нет, они поют в нужной тональности. Как правило, попадают в ноты. Они никак не угрожают жизни детей и старушек. Ещё могут стоять в очередях на стадионе, заполненном смущёнными и отчаявшимися людьми. Я могу тебя заверить, одарённостью там и не пахнет. Ну да, 32 миллиона человек с тобой не согласятся. Именно столько позвонило на программу в прошлом году, чтобы проголосовать. Жаль, что я не гениальный изобретатель. Придумать бы, как соединить телефон со взрывчаткой, которая детонирует от набора номера американских суперзвёзд. Чтобы батарея рванула и оставила на лице отметину. Чтобы я сразу понимал, пока меченый не раскроет рот. Вот с этим не разговаривать. Посмотреть и сказать... Не надо. Ты не скажешь мне ничего ценного и важного. Да, но передача смешная. Как ни крути. Стивен Кларк прикольный. Это некрасиво смеяться над теми, у кого не все дома. Отвлекаться от проблем, глядя на цирк уродов, признак начала упадка могучих империй. Американские суперзвёзды — это новый колизей. А я не хочу смотреть, как на потеху публики рвут на части слабых. Всё уже достало. Вокруг столько жестокости. Просто хочу, чтобы всё закончилось. Мне очень жаль Дженнифер Энистон. Да. Печальная история. Анжелину Джоли я не люблю. И мне плевать, сколько иностранных детей она ещё усыновит. Никто не говорит больше ничего интересного. Только повторяют увиденное по телевизору или прочитанное в сети. И когда последний раз по-серьёзному разговаривал с человеком, чтобы при этом никто не писал смс или не таращился в монитор поверх моей головы? Или говорил о чём-то, кроме знаменитостей, сплетен, спорта или поп-политики? О чём-то важном или глубоко личном. А знаешь... Диджей Тейнт и Джефф сегодня про это говорили. Рассказывали про то, что их свобода слова под угрозой. Что, их ты тоже не слушаешь? Нет, не слушаю. А, тебе больше подушать Кейти и Снэк Питт? А хотя они те ещё ссыкуны, без обид, Фрэнк. И все свои идеи потырили у Тейнта и Джеффа. Мне никто из них не нравится. Братан, да как так можно? Может, они и не политкорректны, зато шутят смешно. Ну, я не боюсь иностранцев и вагинальных людей, поэтому я вряд ли отношусь к целевой аудитории. Да ты просто не врубаешься в юмор. Не хотел тебя обидеть. Врубаюсь. Меня коробит не потому, что мне не нравится, когда злобные, предсказуемые диджей-миллионеры жалуются на знаменитости и ноют, что им плохо живётся. А в это время я живу через картонную стенку от семьи неандертальцев. И у этих неандертальцев не ребёнок, а сирена в воздушной тревоге. Каждый вечер ревёт, блядь, как при атаке на Пэрл-Харбор. Меня коробит не то, что диджей ведут себя так, будто я должен защищать их права всей стаи набрасываться на тех, кто не может за себя постоять. И не то, что мы с тобой должны защищать право на свободу слова. На нашу свободу слова им похуй. Ты против свободы слова? Она, между прочим, прописана в Билле о правах. Если бы я считал, что их свобода слова под угрозой, я бы защищал их. Я бы защищал их натужные шутки. Про отцов хуёв, против геев, про расизм, износирование с претензией на остроту и провокацию. Да какие они провокационные. Они только продают. Они не могут ещё сильнее угождать публике или стать ещё мейнстримнее. Потому что выросло уже целое поколение этих. Тихо, и как ты можешь такое говорить? Для кого шокирующие выкрики важнее правды? Ни у кого не осталось стыда, и мы должны этому радоваться? Я вчера вечером видел по телеку, как одна женщина запустила в другую тампон, на канале, который позиционируется как канал современной женщины. Дети бьют друг друга до потери пульса и выкладывают видео на Ютуб. Помнишь, когда-то поедание червяков и крыс в «Последнем герое» вызывало отвращение? Сейчас даже как-то странно вспоминать. Не сомневаюсь, лесбиянки-капрофаги из ролика «Две девушки и один стакан» сейчас мы ввели телегру про романтические знакомства. Зачем нам цивилизация, если больше неинтересно быть цивилизованными? Фрэнк? Можешь зайти ко мне в кабинет? Да, конечно.